Спасибо. Ну, я надеюсь, что наша компания Андрею Николаевичу понравится, и мы не один раз будем встречаться. Итак, начинаем. На экране все написано, я умолкаю, не буду делать лишних еще каких-то вопросов. Пожалуйста, вам слово, Андрей Николаевич. Да, коллеги, всем добрый день. Во-первых, правильно, конечно, это действительно факт, что вот, казалось бы, такая простая тема, не параметры, не олимпиадная задача, не убойная геометрия, какие-то там неравенства, какие-то там тригонометрические уравнения, основанные на косинус двух альфа, синус двух альфа, основном тригонометрическом творчестве и форму приведения. И все. Но вот именно эти два номера, этого правильно заметили, в большей части выходят на третьего эксперта. Это факт. Причем они выходят именно потому, во всех регионах и проверяют по-разному. То есть есть критерии, но есть еще трактовки критериев. Эти трактовки критериев в разных регионах разные. Причем бывают, очень сильно отличаются друг от друга. Ну вот, суть-то в том, что в первую очередь, мое мнение, вот выход на третьего эксперта связан с тем, что именно раз номера простые, они ближе к школьной программе, и учителя, которые проверяют, они забывают, что они не учителя, они эксперты ЕГЭ. И каждый проверяет по-своему. А по-своему это так. Есть школы, где ученик написал, что синус пять пина шесть равно одной второй, молодец, пять. А есть школы, где не знаешь неравенства Каши Буняковского, все, садись в ком. Вот примерно так оно и идет. Но сегодня мы действительно, я вначале вам расскажу, ну, некоторые вещи, которые касаются взгляда на неравенство с точки зрения ЕГЭ. Вот, потом можем спокойно продискутировать на эту тему. Сразу предупреждаю, что вот в разных регионах чуть-чуть по-разному. Если как бы методика преподавания тех или иных тем, она, ну, все-таки, ну, имеет какие-то единые основания, то на ЕГЭ картина становится очень разношерстной, разнообразной. Ну, кто как ее трактует. Например, у нас в Московской области, вот трудно в это поверить, но это факт, к нему по-разному можно относиться. Мы смотрим на проверку детских работ не глазами специалиста по математике, не глазами методиста, не глазами учителя, а глазами юриста. Это совершенно неожиданный подход, потому что, как бы, я всегда экспертам говорю, что проверять работу надо под таким уклоном. Идет суд, и к вам приходит ученик со своим репетитором, который, может быть, является доцентом или доктором физико-математических наук из топового вуза, и вы должны на основе критериев и на основе его работы объяснить, почему поставлен тот или иной балл. Вот видите, ну, с принципиально другой подход на все это. Ну, об этом сегодня чуть-чуть поговорим. Так, а, вот тут, я и забыл. Значит, вкратце, вначале я расскажу о двух моделях подготовки учащихся к ЕГЭ по данной теме, по неравенствам. Сейчас это, кстати, опять, по-моему, а нет, сейчас-то уже пятнадцатый номер стал. Да, номер два там добавился, который, кстати, дети очень плохо решают. Это вот координаты и векторы. Вроде бы там всего-то, может быть, три вида заданий. Первый данный вектор найти там, скажем, там длину, скажем, там 2 минус 3b, или же скалярное произведение А на Б, или же угол между А и Б. Все, больше ничего быть не может на ЕГЭ. Ну, вот, тем не менее, это плохо решают. А почему плохо решают? Потому что это все идет из девятого класса. А так как на ОГЭ в девятом классе этого не было, ну и зачем тогда это преподавать? Вот примерно такая логика. Вот, ну, неравенство, вот тут, конечно, преподается, но опять-таки как? Об этом тоже сегодня поговорим. Потом вкратце рассмотрим основные ошибки учащихся на примере логаритмических неравенств. И вот третий пункт я как раз покажу, как сложно бывает иногда проверить решение детьми тех или иных неравенств. Потому что я могу легко обосновать 0 баллов, могу легко обосновать 2 балла. И что в этом случае ставить? Ну, у нас в области на этот счет такая модель, поэтому мы, наверное, 2 года подряд у себя... Как это называется-то? В общем, все регионы России разбиты на группы. И вот в своей группе мы 2 года подряд занимаем первое место именно по проценту выхода на третьего. Почему? Потому что юридический подход очень жесткое оценивание тех или иных вещей и ошибок. Ну вот, это вкратце сегодня мы и рассмотрим. Ну, я думаю, давайте я вначале все три пункта изложу. А потом мы можем и подискутировать, и буду отвечать на вопросы. Сразу предупреждаю, что много вещей очень спорных, но вот у каждого что-то свое. Так, поехали. Значит, подготовка к ЕГЭ. Я начну с нее. Вообще, математика, наверное, пожалуй, занимает первое место среди всех 15 предметов ЕГЭ, где есть разночтение между содержанием школьной программы и содержанием КИМов ЕГЭ. То есть, очень часто от учителей можно слышать, что учим одному, а проверяем другое. Да, это касается и единого государственного экзамена, в том числе и по математике в первую очередь. Правда, вы знаете, в этом году, конечно, я думаю, совершено сразу две революции. Ну, революция может быть очень громко сказана, но тем не менее. И они вызвали неоднозначную реакцию. Первое – это то, что в этом году ЕГЭ будет в целом попроще, чем предыдущие два года, особенно геометрия. Как нам сказали, задачи по геометрии, как по планиметрии, так и по стереометрии, будут для продвинутых детсадовцев. Ну, посмотрим определение, что означает продвинутый детсадовец. Ну, по крайней мере, обещали, что это будут действительно такие школьные задачи, которые, в принципе, может взять нелиповый хорошист простого класса простой школы. То есть по геометрии ситуация должна резко улучшиться. Но улучшиться ли? Вот на это мы и посмотрим. Ну, и вторая тоже почти революция. Даже многие не верили, когда я им говорил, как это так, 10 баллов человек потерял, а у него 90. Да, это так. Теперь первая часть не 64, а 70. И вот 22 балла из 32, это действительно 90. То есть получается так, что, в принципе, 90 баллов сильный ученик наберет достаточно легко. Ну, я повторяю, это все догадки, все гипотезы, как будет на самом деле, увидим. Поэтому и, да, и неравенство тоже, оно, в принципе, всегда было относительно несложным. Ну, и в этом году будет, видимо, тоже таким же несложным. То есть надо знать метод интервалов или обобщенный метод интервалов. И на этом все заканчивается. Итак, вот, что касается подготовки детей к ЕГЭ, в принципе, можно идти двумя основными способами. Кто как идет. Вообще опытные учителя, они никогда никого не слушают, наверное, правильно делают. У них своя модель подготовки детей к ЕГЭ. Если, конечно, они готовят детей к ЕГЭ, а не идут строго по УМК. Видите, какая интересная крамольная мысль, что бывает, что тут бывает, надо сочетать как-то с одной стороны и школьную программу проекте, а с другой стороны подготовить к ЕГЭ, где бывает ряд заданий, которые либо слабо отражены, либо вообще не отражены в учебниках федерального перечня. Но у нас сейчас вообще один будет. Вот. Но, тем не менее, первая модель, она как раз основана на том, что, ну, просто вот опираясь на изучение школьной программы, обращать внимание на те нюансы, которые нужны на ЕГЭ. Вот, например, эти вот советуют, учтят, учтят практики, советуют, с чего начинать. Вначале научить простейшее рациональное неравенство. Вот эту первую мысль, это аксиома. Можно дискутировать сколько угодно, для меня это аксиома. У нас очень часто в отчетах по ЕГЭ пишут, что, вот, дети слабо знают свойства логарифов, они там, или там свойства показательных функций, ну, и т.д., и т.п. Вот. Поэтому у них плохо получается решать неравенство, трансцендентное. Нет, мы вот у себя рассмотрели этот вопрос и выяснили, подавляющее большинство ошибок, неправильных решений исходит именно потому, что дети не умеют решать простейшие рациональные и особенно дробно рациональные неравенства из 8-9 классов, и никакого отношения к 2 в степени х или логарифтам по какому-то основанию это не имеют. Согласна. Начинать надо именно с рациональных неравенств. Метод – просто обычный метод интервала. Вот его-то как раз не знают, и сегодня вы увидите на примерах детских работ, которые своим почерком, правда, писал, что дети очень часто ошибаются при решении этих неравенств, но уже трансцендентных, именно потому, что их не научили методу интервалов и неправильно их учили вообще решать неравенств. Это так и есть. За это всегда Иван Валерьевич Ященко и особенно Андрей Викторович Семенов, мы с ним хорошие знакомые, всегда ругают, да как же вы там проверяете. Ну, тогда я ему рассказал, почему так проверяем, ну, как вы меня встали. Вот. Ну, проблемы есть. Итак, вот очень важно два пункта. Первый, действительно, начинать надо с рациональных и дробно рациональных неравенств, не выше второй степени совершенно. И вот, что очень полезно, действительно полезно решать обратные задачи. Убиваются сразу два зайца, с одной стороны, и неравенство лучше учатся, ну, и с другой стороны, помогает. Вот. Ну, а дальше уже идет, а, ну, вот перед вами на это у нас вот есть замечательный человечек в комиссии, Оксана Алексеевна Овсянкина. Ну, она учитель математики. Вот. И с лохматых годов, как и я, у нас в предметной комиссии ведущий эксперт ЕГЭ, вот она вот создает вебинары для учителей эксперт в ЕГЭ, вот по темам, связанных с уравнениями неравенствами, как раз теми теми, которые чаще всего выходят на третьего эксперта. Да, у нас в этом году вообще было, ну, у нас предметная комиссия работает по-хитрому, но это такой положительный кард-бланш от министерства, нам разрешили так делать. В первый день только 40 консультантов проверяют ЕГЭ, только они проверяют, нарабатывают, какие ошибки делают учащиеся, составляют инструктаж для учителей на завтра, и только во второй день проверки приходит весь массив экспертов, но у нас, вот в этом году 340 человек по ЕГЭ, но по УГЭ это там в два с лишним раза больше, и приходят, вот им уже где-то полтора часа длится инструктаж, им все рассказывают, еще в письменном виде у каждого памятка по тому, как надо проверять ЕГЭ данного года, ну, и вот поэтому уже как-то и консультанты потом легче ориентируются в помощи по тем вопросам, которые у простых экспертов возникают. Поэтому вот, и вот как раз в том числе есть группа по всем предметам, вот по неравенствам нет группы, по триминфическим выравнениям нет группы, потому что там огромный массив детей это решают, вот, а вот по параметрам есть, по геометрии есть, по олимпиадным задачам есть, и к ним приходят эксперты на консультации, вот, они единообразно ставят баллы, правильно, неправильно, это вопрос десятый, главный, единообразно, очень интересное ключевое понятие на единоте. так-то там выхода на третьего эксперта практически нет, а вот по этому пункту да, да, ну вот, значит, ну, вначале, ну, и дальше от простого к сложному, вначале простенький, потом надо научить детей сравнивать различные выражения, начиная от простых дробей, окончая хитрых там чисел, связанных с логарифмами, вот, ну, и вот, то есть, по-разному, вот, надо научить их сравнивать, потому что на ЕГЭ это нужно, вот, ну, вот, это просто методы сравнения, это ничего интересного, а и только потом, когда сравнения прошли, после этого начинаются основные методы решения самих неравенств, ну, и как раз, вот, все детские методы, метод равносильных переходов, дети этот метод понимают, как я понял, всех лучше, потому что он понятно объясняет, как надо последовательно решать неравенство, вот, есть метод всевозможных замен, есть метод интервалов, обобщенный метод интервалов, кто как понимает, что такое метод интервалов, метод обобщенных и обобщенный метод интервалов. Ну, мы у себя в команде, это не значит, что правильно или неправильно, но мы у себя в команде их различаем. Обобщенный метод интервалов, это когда мы находим ОДЗ неравенства, а потом мы не решаем неравенство, то есть мы отказываемся от всяких равносильных переходов, мы решаем уравнение. Решаем уравнение, и на этом ОДЗ мы отмечаем корни этого уравнения и каким-то образом расставляем знаки. Все. Вот, как бы, то есть переход, то есть мы отказываемся от равносильности, переходим к уравнению. Вот это обобщенный метод интервалов. Иногда очень полезный, как вы знаете, вот, особенно если неравенство достаточно сложное. Вот. Ну и метод рационализации, или, как его говорят, метод Голубева, естественно, многие дети знают, кто-то в школе рассказывает, очень часто им рассказывают на курсах в университетах, институтах, куда они собираются поступать. Поэтому это все есть. Ну и всякие методы оценки, они не только в 19 номере, но они здесь тоже присутствуют. Вот, то есть методов много, и, безусловно, те учащиеся, которые серьезно готовятся к ЕГЭ, и к этому номеру 15, безусловно, это все проходит. Ну вот, то есть метод рационализации, как правило, у логарифмов применяется, хотя не обязательно. Вот. Ну, обобщенный метод интервалов, метод интервалов, везде метод, замен тоже частный. И равносильные переходы мы видим более чем в половине решений детей. Так что общеизвестные методы, они есть и в школьной программе, они есть и на курсах, они есть у репетиторов, они есть у учителей. То есть, кто как преподносит, тот так запоминает. Да. Ну, это просто я даже, наверное, пропущу. Есть. Это просто Оксана Алексеевна рассказывала учителям. Каждый из этих методов применительно к различным видам функций, входящих в неравенство, вот с модулями, там, с корнями, надо вот четной, нечетной степень, которую вы тоже прекрасно знаете. Вот. Неравенство, содержащие показательные выражения, в том числе, и ки-х степени, и ки-х. Вот. У нас сложная тема. Интересно, сколько процентов учителей найдут производную от их степени икс. Хотя, она входит немножко. Да, хорошо. Где хочу. И всевозможные примеры, конечно, на вот все эти методы. То есть, мы их с вами прекрасно знаем, но вот как бы я просто вкратце бегло показываю эти слайды с тем, чтобы вот многие учителя, репетиторы и на курсах именно вот исходят из такой как бы школьной трактовки, но с некоторым углублением. Вот, пожалуйста, метод рационализации тоже по единичке вычитаем и все. Можно. Да, то есть, все это можно делать. Ничего самого сложного нет, но про УДЗ не надо забывать. вот. Как-то два года назад был интересный вебинар. Один регион отменил вообще сам термин ОДЗ. Было очень смешно, но такое было. Вот. Все, в общем, всякое бывает. Кто как. Вот. Ну, вот перед вами, кстати, обобщенный метод интервалов. Видите, мы отмираемся, переходим к уравнению, находим его корни, отмечаем эти корни на УДЗ и расставляем знаки, то ли просто какие-то точки подставляем, то ли каким-то иным способом. Ну, об этом мы еще чуть-чуть поговорим, когда дойдем до ЕГЭ. Вот. Вот то же самое. Как раз очень удобно применять обобщенный метод интервалов с пробными точками. То есть, здесь ничего сложного нет. Ну, как раз вот благодаря всем этим методам дети успешно подготавливаются к единому государственному экзамену по теме неравенства. Неравенство решают ну, по-разному. Бывали годы, где процент в 15 из тех, кто пришел на профильный ЕГЭ, решали неравенство. Есть решали там половина от тех, кто пришел опять-таки на профильный ЕГЭ. статистика до деления математики на базу и профиль это уже другая статистика. Ну, вот, это первая модель. Но я вот а, это да, это, кстати, мы вот это для учителей, это по заказу министерства, мы по каждому номеру ЕГЭ делали методические материалы как бы на финальные три месяца экспресс-подготовки к ЕГЭ. вот, они как раз по неравенствам тоже есть, а отдельная папка, где там и базовые сдачи, дополнительные задачи, вся теория, основные ошибки учащихся, только покажу все, ну, несколько ошибок, а здесь огромнейший файл, который за несколько лет собрал вот основные ошибки учащихся. Практику, ну, и ссылки на всевозможные видеоматериалы, которые наши консультанты, эксперты ЕГЭ посчитали, ну, как бы наиболее близко приближенными к ЕГЭ. Вот. А вот чуть-чуть остановлюсь на второй модели, она тоже имеет право быть, и она словно на принципиально другом подходе, как можно детей готовить к ЕГЭ. не только я применили ее у себя в практике работы школы, и она показала свою действенность, например, у нас при цели по этой модели результаты оказались выше, чем по классической модели, основанной в первую очередь на равносильных переходах. Вот я с потолка написал неравенство. То сверху. То есть обратите внимание, речь идет не о том, что мы идем от простого к сложному, а речь идет о том, что в начале урока 2-3 улетает на то, чтобы научить детей ставить точки и определять их кратность. Второй этап. Надо уметь расставлять знаки. Причем желательно не подставляя никаких точек никуда. И потом, а потом уже как раз идет от простого к сложному уже практику. Вот обратите внимание, неравенство. Значит, рисуется прямая со стрелкой, как мы говорим. И вот начинаем всегда снизу. Почему снизу? Потому что если у нас неравенство не строгое, то бывает одна и та же точка и в числителе и в знаменателе. Но в знаменателе она в любом случае должна быть выколотая. Но на бумаге там легко, вернее, на доске мы легко превратим жирную точку, там, закрашенную, как угодно можно называть, в выколотую. Вот. на ЕГЭ уже все сложнее. Там не стереть. Поэтому начинаем снизу. Вот снизу у нас дискриминат равен нулем, две двойки. Вот мы рисуем две двойки, как вы видите. Кто кратность точек рисует какой-то петлей, кто-то в квадрате как будет. Вообще всегда детям говорим, как вы привыкли, если учителя вам что-то объяснили, вам это понятно, и вы это правильно применяете, значит, на этом методе и надо остановиться. Но если непонятно, вот вам второй метод. Вот вдруг он поможет вам лучше решать задачи. То есть толерантный к любому методу. И при проверке ЕГЭ это тоже один из основных принципов. Итак, две двойки. Ну, дальше х квадрат минус 9х плюс 20 равно нулю это у нас 5 и 4. Да, 5 и 4, они тоже выклотые. А наверху х в четвертой степени 4 нуля. Ну, это четное число нулей 2 нуля. Вот они 2 жирных нуля. Там х равно 3 в 12 степени. 12 троек, но что две тройки, четное число, две тройки нарисованы. Потом единичка в пятой степени, значит, одна единичка. Вот. И х квадрат плюс х плюс 2 равно нишу нуля, вообще ничего не рисуем. Все. Вот. И вот вначале дети учатся расставлять точки. Где одна точка, где две точки. А бывает две поставили, а вдруг она еще возникает где-то и уже становятся не две, а три точки. А три точки это то же самое, что одна точка. Ну, вот так в принципе можно учить детей. То есть на первом этапе именно рациональное неравенство, дробно рациональное неравенство, вот расставлять точки с учетом кратности. А затем знаки. Знаки можно, конечно, что-то подставить. Ну, даже в том неравенстве, которое написано, это проблемно. Поэтому мы обычно смотрим на х в самой большой степени. Вот перед нами х в четвертой плюс. Три минус х минус, но он в девятнадцатой степени в четной, значит плюс. Четыре минус х минус, но он в девятой степени, значит минус. Потом еще один минус в пятой степени, это минус. Потом самая большая степень х в квадрате перед ней плюс. Внизу х в квадрате плюс. И опять х в квадрате плюс. то есть итого у нас сплошные плюсы два раза присутствует минус. Минус умножить на минус будет плюс. Значит у стрелки мы ставим плюс. Ну в принципе это конечно оперирует в теории пределов при стремящемся к бесконечности знак многочлена зависит от знака перед х в самой большой степени старше членом многочлена. Ну вот можно так делать спокойно и вот на это тоже уходит один а то и два урока. Но благодаря этому дети научаются рисовать вот такие картинки которые вы видите. А дальше они просто пишут ответ. И надо помнить что закрашенные точки и плюс и минус одновременно а выколотые точки нет ни плюса ни минуса. Все и потом идет практика вот обратите внимание что мы всегда начинаем практику с простых задач но ЕГЭ вот те задачи которые присутствуют на ЕГЭ они их изюминка по сравнению с теми заданиями которые присутствуют в школьном учебнике состоят в том что на ЕГЭ авторы очень любят давать какие-то такие необычные неравенства с отдельно стоящими точками с выколотыми точками или с каким-то необычным подходом вот вот пожалуйста перед вами элементарное неравенство вот дискриминант меньше нуля наверху знак плюс внизу знак минус перед x в самой большой степени и того минус значит у стрелки ставим минус и он никогда не превратится в плюс и вот многие дети ошибаются уже сразу пешку дискриминант меньше нуля вообще корней нет пусто на самом деле не пусто а все что угодно x любое число то же самое вот пожалуйста изюминка в том что у нас наверху x плюс 2 в квадрате значит минус 2 кратная точка и знак через при переходе через эту точку не меняется вот поэтому здесь уже можно ошибиться не только можно а так ошибаются но тут тоже забывают что 2 единички внизу так-то они конечно единичку перенесут там все раскроют скобки найдут корни 0 и 3 найдут знак у стрелки а вот что 2 единички часто забывают ну а многие вообще единичку забывают просто умножают на x-1 в квадрате и как говорят в таких случаях эксперты дальше не проверяют 0 баллов вот здесь тоже по-хитрому шестерка и наверху и внизу значит 2 шестерки но она выколотая и там вот была бы жирная тогда бы отдельно стоящая точка была так просто такой простой ответ но внутри решения присутствовал некая изюминка вот и говорят специфика егэ а вот как раз отдельно стоящая точка 3 что наверху 2 тройки а в знаменателе 1 и минус 5 вот так и отдельно стоящая точка ее можно рисовать как угодно часто почему-то спрашивают как вот писать ответ там фигурные скобки там какая разница то есть Ященко Семенов всегда теперь пишут вообще скажем х больше минус 5 и при этом меньше 1 запятая или точка запятой х равно 3 а бывает не х равно 3 а просто 3 и все как угодно можно писать роли не играет на ЕГЭ ошибок нет более того всегда нам рассказывали в свое время мы вначале удивились а потом ничего удивительного нет допустим плюс бесконечность теоретически можно написать в квадратных скобках но не принято это же абсурд полный но почему бы не написать потому что если в топологию завис то прямая является одновременно и открытым и замкнутым пространством оно содержит себе все предельные точки а с другой стороны для любой точки есть все окрестность ну вот все по разному трактуют вот ну и здесь то же самое тут просто два нуля когда мы перенесем минус 2 то наверху будет 3х квадрат то есть два нуля но внизу плюс минус 1 но вот этот ноль забывают выкалывать то есть вот видите специфика этих номеров как раз состоит в том что вот выклады агентство точке и вот после этого уже можно переходить более солидным неравенством уровень сложности которых уже соответствует ЕГЭ в начале это действительно рациональные дробно-рациональные неравенства ну а затем уже пойдут трансцендентные неравенства показательные логарифмические которые уже лучше проходить по решу ЕГЭ и иным книгам и сайтам там уже как угодно можно но решу и кстати очень удачный сайт очень опасно я это мое мнение очень опасно идти вместо школьной программы изучать решу ЕГЭ потому что обязательно встретится номер которого там нет вот а вот на финальной стадии подготовки то есть последние месяцы как раз очень полезно идти другое дело что учтя должны быть ознакомлены конечно со спецификой ЕГЭ знать классификацию задач ЕГЭ ибо если просто подряд решать ЕГЭ ну какие-то виды они с детьми прорешают по несколько раз а каких-то видов у них вообще не будет запросто вот из классификации надо конечно знать ну вот такие две модели так первая модель это как бы на основе школьной программы и вторая модель вот такая вычурная но вот в таких лицейских классах в первую очередь она приходит к очень хорошим результатам то есть вначале научиться расставлять числа с учетом кратности и расставлять знаки а потом уже идти вся технология от простого к сложному и обязательно иметь ввиду что специфика ЕГЭ это отдельно стоящие точки выководные точки или вообще какие-то интересные тонкости связанные ну уже с решением трансцендентных нерависть вот а вот ошибки я вам просто покажу несколько видов ошибок которые сейчас бывают на примере логарифов вот ну потому что все остальные как-то ну более таким их моментально видно а вот здесь помнится вы сейчас как раз просмотрите несколько неравенств логарифмических и когда я проводил встречи с учителями в разных городах Московской области то вот где ошибка вот причем я их сразу предупреждал ошибок в арифметике нет ошибка в логике или там в чем-то еще где ошибка и вот допустим когда они смотрели на такие простые неравенства они мгновенно называли ошибку там и полминуты не проходило но человек вначале перешел по формуле перехода к другому отказанию а только потом начал искать ОДЗ что категорически запрещено ОДЗ это первое что надо искать если уж искать вот или по крайней мере всегда когда мы пишем ОДЗ надо опираться на первоначальное неравенство а не на то что получилось где-то в середине и конечно ответ почти правильный ученик забыл что х не может равняться нулю ибо если х равняется нулю тогда основание логарифма равно единице что не бывает в школьной программе так что вот но обратите внимание здесь два нюанса первое это ошибка ОДЗ а еще вот второй момент который мы чуть-чуть попозже увидим ОДЗ нарисовано на одной прямой а неравенство как бы решение неравенства без учета ОДЗ на другой прямой и вот такую неточность и такую ошибку бывает грубая ошибка учителя многие не видят то есть а не потому что именно так детей учат вначале найдем ОДЗ до конца прямую нарисуем потом без учета ОДЗ нарисуем прямую для корней уравнения вот то есть они по существу не применяют обобщенный метод интервалов и затем их просто идет пересечение ОДЗ и неравенство без учета ОДЗ и они считают что это правильно а увы это грубейшая ошибка ну вот специфика специфика и на ЕГЭ на этом попадаются вот ну это тривиальная ошибка ОДЗ найдено правильно x равно минус 2 вот а дальше знак не поменял ученик а корень из трех пополам увы меньше единица поэтому здесь надо было поставить больше либо равно 25 типичная ошибка очень часто здесь я удивился что такая ошибка на ЕГЭ встречается довольно часто все удивительно вот стоит 2 в четвертой степени умножить на x и четверку дети выносят не представляю ну таких учителей которые так учат в природе но вот почему такая ошибка на ЕГЭ встречается часто не знаю очень трудно сказать но она есть а здесь красивая ошибка конечно уже в самом начале опять-таки двоечку x квадрате выносит вперед одна вторая оставляет x так грубо в два раза сокращая одз у нас x то любое почти ну кроме нуля плюс минус единички а оставляет таким образом x получается что x строго больше нуля уже и поэтому можем потерять кучу корней кстати таких ошибок очень много я помню проводили и q для учителей и вот на этом многие учителя попадались а еще попадались знаете на чем когда вместо катангенс и x они писали один поделить на тангенс и x но мы специально делали так чтоб и пополам входило в ответ то есть они теряли целую серию бесконечного числа ответов вот это таких много заданий мы их копим тоже так интересно вот так что ошибок почти нет вот только еще надо добавить от минус двух до минус одного и тогда все станет абсолютно правильно а так 0 баллов чистенько прям уже вторая строчка все дальше можно не проверять вот вот на это было не знаю в каких регионах ваших регионах было и нету это было у нас Московской области это неравенство несколько лет назад и дети вот это по-моему как метод потенцирования он называется то есть все сводили к одному логарифму все правильно идет вот все про это УДЗ написано один раз не обязательно писать второе второе то же самое вот УДЗ у них и вот шестая степень и вот х плюс 2 в шестой степени имеешь либо равно 1 в шестой все правильно и все и модуль потерян и 0 баллов чистом виде типичная ошибочка вот у детей а вот другая половина детей решала методом логарифмирования вот они значит наоборот все превращали в сумму разность но опять-таки эксперты уже после УДЗ могли слету ставить 0 ибо так УДЗ резко поменялось логарифм от произведения равен сумме логарифм от модулей а модулей нет дальше можно не проверять да это такие типичные ошибки именно вот у логарифма а вот этот номер специально его рассмотрим в одном городе у нас Московской области сидели учителя как раз я им рассказывал про неравенство и вот я им показал это решение и сказал ответ неправильный найдите ошибку вы знаете 10 минут дал времени 10 минут отчаянно пытались найти потом говорит нет нам что где-то в арифметике я говорю нет ошибок в арифметике в помине нет но ответ неверный где ошибка и вот и вот тут как раз убедился я что оказывается так детей учат многие учителя то есть вначале находим УДЗ УДЗ найдено абсолютно правильно все потом решают уравнение да находит корни 0 и 3 правильно в принципе знаки расставляет что от 0 до 3 там больше все нормально вот даже ау а для этого точку даже подставили ну и замечательно и потом с учетом УДЗ пишут ответ но это уже грубейшая ошибка незнание обобщенного метода интервалов и вот было удивительно но вот они уходили с этого семинара они говорят ну надо же а ведь мы так детей учим то есть вообще по правилам надо рисовать УДЗ и именно на этой прямой не на другой прямой а именно на этой прямой УДЗ и надо отмечать корни и очень часто бывает что УДЗ терпит точку разрыва а то и не одну и как бы в этом случае идет независимое государство и в каждом независимом государстве идет метод интервалов вот значит ну скажем простой пример вот перед вами элементарная ну как для какого класса для какого школьника довольно элементарно логарифмическое неравенство оно не сложнее чем в предыдущие годы на ЕГЭ и вот УДЗ УДЗ правильно от нуля до одного от одного до шести и вот видите слева вот мы нарисовали УДЗ и вот это УДЗ разбилось как я говорю детям на два независимого государства от нуля до одного потом разрыв нарушение непрерывности а потом от одного до шести и значит нам надо подставлять точки и определять знаки в каждом независимом государстве действительно независимо друг от друга ну вот например от нуля до шести подставили троечку три три единичка больше двух неправильно значит тройка не подходит значит от одного до двух подходит от нуля до одной второй надо заново подставлять потому что при переходе через единицу знак может поменяться а может не поменяться и вот одна вторая ну тут легко основание одна вторая внутри логарифа пять с половиной но одна вторая пять с половиной значит числа находятся по разной стороне от единички значит логариф меньше нуля отрицательное число больше двух не подходит значит здесь вот не подходит все Ответ отмеряется от двух. Это правильный ответ. А вот как иногда учат, вот на это как раз и надо обращать внимание учителей, что нарисовали отдельно ОДЗ, правильно. Потом, значит, решили уравнение. Получили корни минус 3 и 2. Ну, подумаешь, минус 3 в ОДЗ не входит, это вообще роль не играет. Подставили какую-то точку. Вот тройку подставили. Неверно. Ну, значит, от 2 до минус 3 верно, а потом опять неверно. И получили принципиально другой ответ. Добавился лишний промежуток от 0 до 1. А почему он добавился? Неправильное применение метода интервалов, обобщенного метода интервалов. Вот. Очень часто, если ОДЗ не терпит разрыва, не терпит разрыва, то тогда да, можно смело сказать, что вот этот очковтирательский метод решения, он приведет к правильному ответу. Но если ОДЗ терпит разрыв, как здесь, 50-50. Вот в данном случае ребенку не повезло. Ноль баллов. Вот на этот нюанс при решении логарифмических методов не только я могу привести, просто я не стал приводить, могу привести иррациональный, неравенственных на ЕГЭ не бывает. Единственное, что некоторые дети их применяют при решении заданий с параметрами. А так, в принципе, чаще всего у логарифмов. Неправильное применение обобщенного метода интервалов. Ошибок вообще много дети допускают, но бывает очень сложно и проверять эти работы. Вот, кстати, теперь действительно мы заострим внимание на специфики проверки работ на ЕГЭ. В каждом регионе проверяется все по-разному. Надеюсь, критерии все вы знаете. Два балла, если все правильно. А вот один балл ставится в двух случаях. Первый случай – это допущена ровно одна арифметическая ошибка. А ошибка называется арифметическая, если это ошибка из начальной школы. То есть перед нами несколько чисел. Перед ними плюс, минус, умножить, поделить. А ответ неправильный. То есть вообще интересно, конечно, потому что есть ряд, в том числе ученых, которые считают, что арифметическая ошибка и вычислительная ошибка – это разные вещи. Ну, считать можно как угодно. И то, и то правильно. Самое главное, как на ЕГЭ. Вот ФИПИ однозначно трактует арифметическую ошибку. Два плюс два плюс два равно семь. Это арифметическая ошибка. Из двух вычесть минус пять равно минус три. Мы же прекрасно понимаем, что это не арифметическая ошибка. Но перед нами два числа, между ними минус. Получен неправильный ответ – это арифметическая ошибка. Из двух вычесть минус пять равно минус три. Арифметическая ошибка. А вот два в кубе равно шесть. Это не арифметическая ошибка. Хотя вроде бы два в кубе – это два на два на два. Вот два на два на два равно шесть. Это арифметическая ошибка. А два в кубе равно шесть. Это не арифметическая ошибка. То есть, видите, есть такие, знаете, специфика ЕГЭ, как трактовать те или иные ошибки. Ну, это я вам рассказал, как это трактует ЭФИПИ, и мы с ними, в общем-то, тут можно соглашаться, не соглашаться, но в силу требования единообразности проверки работ, мы с этим, безусловно, соглашаемся и проверяем вот именно по этим канонам. Вот. Ну, и еще один балл ставится во втором случае, если вместо нестрогого неравенства решается строгое неравенство или наоборот. Вот, обратите внимание, то есть, вот если бы в ответ входило, вот здесь там входит что-нибудь, минус 12, это где? Это, господи, это наверху, наверное. То есть, если бы, вот, например, вот у нас, значит, когда будем рисовать, у нас будут точки минус 5 и тут что-то. И вот если то, что относится к ОДЗ в знаменателе дроби вдруг взято в квадратные скобки, это ноль баллов. А вот если стоит наверху, вот минус 12, вот вдруг минус 12 было бы взято в круглые скобки, а вот это один балл. То есть, Фипин считает, что ошибка ОДЗ это грубая ошибка, а ошибка, связанная с строгостью, нестрогостью неравенства, это не грубая ошибка. Ну, вот это мы с вами вспомнили просто критерий, но во всех остальных случаях это ноль баллов. И вот в силу того, что один балл бывает только при арифметике, как правило, вот как раз у экспертов очень часто идет расхождение. Сразу из-за этого номера все уходит на третью экспертизу, что один ставит ноль, другой два. Мы даже всегда говорим экспертам, что, ну, у вас консультант в каждой аудитории сидит, который до этого целый день проверял эти работы, после мы еще часа три общались, 40 человек, то, естественно, он наверняка это уже видел, и что в таких случаях надо ставить. Вот, это первый момент. Но и бывают моменты, когда почему бы не поставить один балл с целью, чтобы не было выхода на третьего из этого номера. Такое тоже бывает. Вот. Так вот, покажу несколько детских работ, чтобы увидеть, насколько сложно иногда проверять. Вот, например, работа. Не надо ничего читать, я вам сразу покажу, в чем суть. Значит, все решено правильно, и нарисовано все правильно, и тройка жирно стоит. И она должна стоять в квадратных скобках в ответе. И вдруг, хопа, тройка стоит в ответе в круглых скобках. И вот это удивительный случай, когда, с одной стороны, если смотреть строго по критериям, строго по критериям, то ответ правильный – нет, а раз ответ неправильный, два балла ставить нельзя. С другой стороны, ошибка в арифметике – нет. Поэтому формально, как это ни странно, здесь надо ставить ноль баллов, ибо в ответе ошибок быть не может. А слово «опечатка» давным-давно отменено. Но вот, в принципе, мы тоже всегда ставим один балл, хотя есть знаменитая фраза «Вы хотите поставить ноль, а ребенка не жалко», Ответ у нас на конфликтных комиссиях всегда один – «жалко у пчелки». А здесь есть критерии и есть работа. Мы строго им придержимся. Но в данном случае все-таки мы помним понятие «описки». И, как правило, рекомендуем здесь ставить один балл. Кстати, это один балл – это оценка ХИПИ. Это не моя оценка, нет, не оценка Московской области. ХИПИ поставила здесь тоже один балл. Мы с ними согласны. Потому что, скорее всего, действительно просто какая-то описка, потому что он же написал «меньше либо равно трех», он написал «три жирно». Хотя есть дети хитрые, делают такие интересные ошибочки. Как бы два разных даже ответа получаются в надежде, что хотя бы один засчитают. Но, как правило, это не происходит. А вот здесь вы видите другая ситуация. ОДЗ. Неразнь, что решено, в принципе, там верно. Там все нормально. Но уже в ОДЗ написано, что х плюс 2 в квадрате строго больше нуля. И это верно всегда. А это значит, что х равно минус 2 упущено, включено ОДЗ. И поэтому правильный ответ случайен. Если бы у нас получился минус 2, надо было бы включать в ответ. Ребенок бы его включил и допустил бы грубую ошибку, связанную с ОДЗ. Ошибки, связанные с ОДЗ – это нуль баллов. И вот видите, вот здесь как раз тот самый случай нуль баллов. Это он специально показал вот эти два номера. Вроде бы уровень ошибки один и тот же. Но в одном случае, в принципе, можно ставить ноль, но можно и простить. А в другом случае можно и простить, но надо ставить ноль. Вот такова специфика работы экспертов. Что ж тут поделать. А вот еще один момент. Попробуйте в чате написать, что бы вы поставили. Арифметических ошибок нет. Значит, либо ноль, либо два. Какие у нас злые эксперты сейчас запрещены. Самое интересное, да, поставили это по правилам. Ноль. Да, это по правилам. Но вот мы более мягко подходим к этой ситуации. Я ну, ноль я даже обосновывать не буду. Вы поставили ноль. Любой из вас обоснует, что здесь ноль. Но я вам сейчас обосную, что здесь можно смело ставить и два. Причем два, знаете, из именно юридической процедуры, а не профессионального подхода к проверке. Вот очень часто, наверное, вы все ведь на многих вебинарах присутствовали. Очень часто ведущий говорит, и сегодня вам сказали, кто меня слышит, поставьте плюсик. И вы поставили плюсик. Это что, больше нуля? А что больше нуля? А ничего. Вы поставили плюсик как синоним слова «да». И вот это редко бывает, но учащиеся, значит, некоторые, ставят плюсик не потому, что там что-то больше нуля, а потому что это идет в ответ. Да. От двух и далее в ответ, от минус качества до нуля в ответ. А между ними минус. Нет. Ну, вот, да, конечно, на ЕГЭ есть смысл все-таки ставить довольно жестко. Все-таки при чертежах. С одной стороны, чертеж может иметь вспомогательное значение. С другой стороны, все-таки вообще известно, что плюсы и минусы все-таки знаки. Вот, тем не менее, такой ченик приходит на пеляться. У нас были такие апелляции. Вот требовали, вот, то есть они нормально объясняли, что они имели в виду. То есть очень часто дети под тем, что написано, имеют в виду что-то другое. У нас в геометрии часто два икса. Два икса. Как два икса? Вот два икса. Один икс, вот другой икс. Ну, вот, как они говорят, английский икс и немецкий икс. Вот и все. Вот. Ну, конечно, уходят несловно хребавши, но, тем не менее, вот этот случай показывает, что ученик может рассуждать по-другому. А вот это более хитрый случай. Тоже внимательно посмотрите, прочитайте комментарии и напишите, что бы вы здесь поставили. Субтитры сделал DimaTorzok. Задумались. Пока ответов нет. Только три предыдущих нуля. А есть о чем задуматься. Вот видите, как действительно сложно работать экспертами. В Московской области за это ставят два балла. Ибо ошибок нет. Где ошибка? Вот я говорю, юридическая проверка, где я ошибся. Поткните меня носом в мою ошибку. А ошибок по существу нет. То есть больше нуля у ДЗ. Правильно. Дальше уравнение. Правильно. Девятка. Правильно. Ну что девятка стоит? Там плюс, там минус. Правильно. Ответ правильный. Где я ошибся-то? А и где не ошибся. Более того, вот тут сказано, что она, а вот если меньше нуля, то там нет знаков. Я вам сейчас покажу. Вот представьте вот такое неравенство. Вот то, что вы видите, его решают так не только некоторые дети, но я так решаю. Какая может быть штриховка, когда их больше двух? Запросто. Это не ошибка. Вот видите, справа. Это равносильный переход. Ошибок нет. Вот это, поэтому вот очень часто, как раз к вопросу о том, что неравенство. С одной стороны, детям надо преподавать правильно, без ошибок. С другой стороны, нужно и детям, и учителям рассказывать специфику проверки. И чтобы вот не было таких разночтений, ну, их надо, конечно, приучать к математической культуре. То есть в данном случае нет никакого там, никаких ошибок нет. Оно правильно. Но это авторский метод, я его изобрел много лет назад. Не просто, ну, эксперты же не знают, что это метод правильный. Вот. Поэтому лучше, конечно, вот таких нюансов не допускать на ЕГЭ и все-таки учить детей математической культуре. Вот. Потому что сейчас вот и по УГЭ, ну, кстати, вот по теории вероятности-то вот сегодня чуть-чуть уже начали говорить, а вот автор учебников и задач на ЕГЭ и ОГЭ по теории вероятности у нас Высоцкий. Вот. И еще с ним не встречался. Все, хочу задать его вопрос. Там и про закон больших чисел есть вопрос. Как это преподавать детям в обычной школе? Там же на языке Epsilon все указано. Вот. А во-вторых, ну, он ОГЭ трактует тоже. Да, человек правильно рассуждал, давайте его простим. Вот. Мы не прощаемся все-таки. Такие вещи. Ну, а вот это правильное решение. Вот видите, что по сути, по сути, вот такие проблемы в неравенствах, их всего две. Первое, в общенном метод интервалов. Второе, дети не знают просто обычного метода интервалов, а потому они допускают ошибки в так называемых трансцендентных неравенствах, что это такое, правда, тоже дикий лес. И второе, как это надо оформлять и как это надо оценивать. И в каждом регионе эта задача уже решается по-своему. Вот, наверное, вот так вкратце, что я хотел представить. Вот. Ну, теперь я готов. Ну, начальник, наверное, на вопросы. Так, у вас у всех все включено ведь, да? Я правильно понял? Ну, что в чате-то вопросов нет. Ну, у нас всего шестеро. Нас шестеро? Нет, нас пятнадцать. Нас пятнадцать, да? Это шестеро на этой странице. Да, на этой странице шестеро. Там три страницы, да. Это я так на кафедре сижу, отключаю видео, микрофоны, меня нет на главной странице. На самом деле я есть, да. Итак, коллеги, вопросы? Получается. А вот если можно к этому неравенству, которое вот вызвало вопросы, когда ученик, где его ошибка, два балла или не два балла и так далее. Ну, то есть... Вот это? Да, да, вот это. Да, да. Я говорю, что подходить можно по-разному. Есть, знаете, такие строгие учителя, которые требуют, чтобы все было идеально. Как бы вот на рисунке не учтен ноль. Но, пожалуйста, вы можете его не учитывать, но на ЕГЭ, как вы знаете, не только такие вещи бывают. На ЕГЭ, допустим, синус х равен одной второй. И ученик пишет, х равно арксинус одной второй плюс два пи n, запятая, пи минус арксинус одной второй плюс два пи n. Во-первых, одна и та же буква n. Во-вторых, они могут забыть, что n принадлежит z. И, в-третьих, арксинус одной второй вместо пи на 6. Но даже ФИПИ утверждает, что это надо засчитывать. Почему? Нет ошибки. Арксинус одной второй и пи на 6 – это одно и то же. Ну, забыли, он принадлежит z, ничего страшного. Правда, в институте при вычтении, скажем, интеграла забудут дописать плюс c, им покажут, что такое забывать плюс c. А на ЕГЭ нет, проходит все. А с чем здесь можно… Ну, вот, я считаю, неравиство решено, безусловно. Ну, вы говорили вначале, я к ЕГЭ сама сейчас уже некоторое время не имею отношения. Именно только мы вот здесь встречаемся. И я могу следить только за тем, как учителя реагируют и что учащийся показывает. Какое-то время назад, понятно, что все мы сначала любили ОДЗ, а потом разлюбили ОДЗ. Как раз вот эта вот разлюбовка ОДЗ, она случилась как раз с ЕГЭ, насколько я понимаю. Если я что-то не так говорю, пусть меня поправят коллеги. Потому что как раз когда учащиеся начали писать ОДЗ, то в какой-то момент они писали не так, как это должно было быть. И решили некоторые регионы, как вы говорите, что лучше вообще в принципе не указывать ОДЗ, потому что это такой очень своеобразный термин. И не знаю глубоко его содержание, можно указать не то, что нужно. Вот, поэтому, насколько я понимаю, вот в нашем регионе ОДЗ как бы стараются учить, как бы без ОДЗ переходить к равносильной системе и дальше там двигаться куда нужно. Да, это, конечно, лучше. На всякий случай никаких ошибок не допускали дети. Я так понимаю. Да, это лучше всего, потому что ОДЗ все и понимают по-разному. Скажем, решаем иррациональное неравенство. Корень из А равен Б. И по идее-то мы пишем Б больше или равно нуля, и А равно Б в квадрате. А то, что А больше или равно нуля, это как бы ОДЗ, но оно даже и не пишется. Но сам термин ОДЗ действительно по разу впадет. Кто требует написать, то есть как бы отождествляет ОДЗ и область определения функций, или область определения всех выражений, входящих во что-то. Как угодно бывает. Дети могут написать половину ОДЗ, потом неожиданно учесть вторую половину ОДЗ по ходу решения. У них бывает все, что угодно. Поэтому тут действительно термин расплывчатый. Кто как его трактует абсолютно. Но вот мы в области все-таки трактуем его либерально. То есть дети могут по-разному понимать сам термин ОДЗ. Ну и пусть понимают. Главное, чтобы в решении не было математических ошибок. Малейшая математическая ошибка – это 0 баллов. А математическая ошибка – это минус 1 балл. Как правило, все остальное – 0. Поэтому на ОДЗ мы обычно внимания не обращаем. Потому что действительно по-разному. И дети, и взрослые понимают по-разному. Вот область определения функций – да. Однозначно трактуемое понятие. И вопросов нет. А я специально ОДЗ занялся. Ну, это просто в одной области отменили ОДЗ. Началось с того, что года 2 или 3 года. А что значит отменили ОДЗ? Что имеется в виду? Что значит отменили ОДЗ? Где отменили ОДЗ? А, это в одном регионе. Значит, там же как у нас, допустим, председатель комиссии одного региона Российской Федерации проводил вебинар для экспертов. А это видео шло в Ютуб. И вот, значит, мой класс, значит, дети из класса, 11 класс, звонят, говорят, Андрей Николаевич, ОДЗ отменили, нам что нельзя? Я говорю, кто отменил? Вы что вы несете? Значит, а они мне ссылочку дали, я посмотрел, меня потом сразу Андрей Николаевича Семенова отправил. Я говорю, вы знаете, там вот председатель ШАТА, мало того, что она отменила не у себя в регионе, по всей стране, так она еще и на вас сослала, что это вы отменили. И вот он посмотрел, там был, конечно, такой небольшой скандальчик, но нам на совещании сказали, никто ничего никогда не отменял. И никто ничего не отменил. Некорректная фраза была, скорее всего, сделана, да? Некорректная фраза была, скорее всего. Я думаю, она имела в виду что-то совсем другое. Это часто бывает. Текст один, а контекст другой. Не так всякое бывает, поэтому УДЗ – такое хитрое понятие, кто как к нему относится. Ну, как, допустим, есть же учтя, которые там одна вторая умножить на одну треть. А, нет, вру. Скажем, одна вторая умножить на четыре третьих. Ну, я, наверное, я думаю, большинство других, ну, два и четыре бы зачеркнули, двойку бы там оставили. То есть сократили бы дробь, не приводя к одной дроби. Но есть учтя, которые за ошибку одна вторая на четыре третьих. Нет, начали написать в виде одной дроби и только потом сокращать. Но ошибки ценно нет. Ну, и так же и здесь. УДЗ – это все что угодно. Может быть. То есть вы исходите из того, что если ошибок нет, то мы подходим в пользу ребенка. Безусловно. Во-первых, вот я говорю, что юридический подход. У нас критерии – это минимальные требования к максимальному баллу. И поэтому ребенок, если в 8 критериях написано дробное рациональное уравнение и сразу X1, X2, и ребенок так же написал. Мы не можем его ругать за то, что он не написал, а как он это решал. Потому что он здесь в критериях. Почему? Потому что на апелляции, на конфликтной комиссии мы обязаны показать критерии, показать то место в его решении, которое не соответствует критериям. Что он что-то сделал неправильно. А если он пришел к правильному ответу, говорит, значит, у меня либо ноль ошибок, либо две взаимнообратные ошибки и так далее и тому подобное. А их нет. Значит, вот это ГРО, ЕГЭ у нас – это юридическая процедура, поэтому здесь мы ставим в пользу ребенка. И в спорной ситуации мы, как правило, ставим исключительно в пользу ребенка. Но здесь уже больше зависит от личности самого эксперта. Бывает, что эксперт вдруг поставит ноль. Вот. Один ноль поставит, а другой два. А, ну если один два, это будет два. Это нормально. Один поставит ноль, а другой поставит два. А, если один поставит ноль, другой поставит два, тогда все решает третий эксперт. Что он поставит, то и будет. Он может поставить ноль, два, а может поставить один. Вот и все. То есть, всякое бывает, и на проверке ФИЛ, ЕГЭ, это нормальное явление абсолютно. А вот еще один вопрос, если можно. Вот там, где обобщенный метод интервалов был, да, там, где вы показывали придуманное, ну, так наобум, как бы так условно назовем, просто неравенство, значит, второй способ, да? Вы, наверное, имеете в виду вот что? Да, кратные корни. Это вот это, да? Нет, 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 нет. Раньше, где там большая дробь, в ней несколько множителей. А, самое первое, что ли? Наверное. Там два способа было. Один решается как бы таким стандартным методом, обобщенным методом. Вот это? Вот это, да. Вот вторая модель, да, вторая модель. Вот здесь, вот здесь, в принципе, вот этого достаточно для того, чтобы эксперт поставил два балла, да? Да. А где? Ну, я говорю, что в разных регионах все по-разному. Вот даже вот мы в Московской области, в Москве, трудно сказать, чтобы поставили, в Москве более жестко оценивают вот такие номера. Вот. А мы... А где ошибка-то? Ошибки нет? Ну, то есть имеется в виду, что как бы учащийся где-то этому методу научился. Да. Научился правильно, допустим. Вот. Тот, кто его проверяет, тоже примерно понимает. Ну, не примерно, а понимает, что действительно, да, есть такой метод. И здесь все сделано классически правильно. А то, что ему это в ходе обычных уроков, грубо говоря, в программе вот такого, это же углубленное изучение. Нет, это, по-моему, Веленкин был 10 класс, по-моему, там только этот метод вводился. А в обычной школьной математике же, ну, я имею в виду, в программе нет. Ну, нет, естественно, да. А в углубленке есть, да. И все, в принципе, как бы так и решали. Ну, здесь есть два нюанса. Вот первый-то нюанс как раз связан с тем, что... Ой, как бы его спробулировать там. Ребенок, во-первых, имеет право применять те методы, которые он изучал у кого угодно и где угодно. Хоть теорема Менилая, кстати, очень часто теорема Менилая идет. Аналитический метод решения задач по стереометрии, где там векторные, смешные произведения векторов идут. Имеет право совершенно свободно их применять, никто за это оценки снижать не должен. Это во-первых. А во-вторых, если учитель вдруг столкнется с ситуацией, когда задание решено методом, который сам учитель не знает, у меня был такой случай на уроке. Учитель вышел на доске, решало логарифмическое неравенство. Я не понял, что за ахинею она написала. Я говорю, ну ладно, пусть решает до конца. Такая уверенная, уверенная решала, решала. Сырю, ответ правильный. Думаю, вообще не понял, что она писала, но ответ правильный. Я тогда, значит, говорю, ну вот видите, дайте, говорю, на закрепление второй номерочек. И стал внимательно-внимательно следить за тем, что она делала. И увидел, так все правильно решала. Только я впервые видел этот метод со своим 30-летним стажем в физмат-классах. Вот так. А где-то кто-то что-то им рассказал в институте или там репетиторе, неважно. Вот. И вот второй нюанс в том, что если учитель видит решение непонятным методом, но ответ правильный, не надо спешить говорить, что там где-то там в туалете ему подсказали, а надо просто само решить. Вот было одно неравенство. Вдруг написано непонятное второе. Давайте решим это непонятное второе. Оно приведет к ответу правильному. Да, так значит было равносильно. Значит, все переходы были равносильными. А тогда ошибок нет. И то, что учитель не знаком с тем или иным методом, это уже десятый вопрос. Ребенок прав. То есть мы исходим из того, что профильный экзамен, это все-таки экзамен поступления в ВУЗ, а не проверки того, чему мы научили в школе по программе. И тогда уже проблема проверяющего в том, что он должен знать математику точно так же, как поступающий в ВУЗ. Для того, чтобы... Для этого, во-первых, абсолютно правильно сказали, что ЕГЭ не проверяет школьные знания, для этого есть базовый ЕГЭ. ЕГЭ ранжирует у учащихся по ВУЗам. Кто больше на сегодняшний день знает и умеет что-то решать, тот поступит бюджет. Я тоже самое хотела сказать. Я так молча наблюдаю за дискуссией. Я тут тоже есть. Как раз вот хотел то, что стал говорить сейчас Андрей Николаевич. И то, что вначале сам Андрей Николаевич говорил про учебники. Мы фактически сейчас пришли... Везде написано, что мы имеем право и должны пользоваться различными пособиями, чтобы обеспечить достаточный уровень, удовлетворяющий образовательные потребности всех учащихся. Вот. И пока еще до конца не выработана вся эта схема, как мы это будем использовать. Но это прописано в законе, это прописано в стандарте, это прописано в программах. И программа базовая, она вообще ни разу не предусматривает подготовку к профильному ЕГЭ. Потому что там 2,5 часа алгебры и 1,5 геометрии. Ну, невозможно за 2,5 часа алгебры научить тому, что сегодня показывал Андрей Николаевич из профильного экзамена. Ну, это абсолютно факт. Да, так вот у нас и ведь учителей-то много, где найти несколько сотен учителей, которые могут, допустим, решать ЕГЭ там на 100 баллов. Но поэтому у нас и есть группы конституционные, что эксперт ЕГЭ, он может работать в простой школе. Он увидел какие-то непонятные вещи, какую-то теремку телемеи или еще что-то. Он идет в соответствующую группу, где сидят. У нас там группа олимпиадников возглавляет человек, который эти самые 19 номера придумывает. Один из авторов. Там 18 номера, там доценты МФТИ. И сидят и мои. Они свободны, это все решают. Поэтому есть консультанты, которые помогают учителям. В интернет мы обычно не везем, хотя комната для того, чтобы мы могли залезть в интернет, проконсультироваться с ХИПИ. Они тоже здесь. В общем-то, все это создано. Но надо исходить из того, что дети могут применять действительно методы, которых вновь еще могут и не знать. Это нормально. Елена Альбовна, вот то, что вы сейчас затронули тему, да, по поводу... Ну, фактически, это по поводу единого учебника тема. Ну, она относится и к единому учебнику, и к той модели программы, к которой мы подошли. Да, да, да. То есть... То есть это некое противоречие существует. Оно не противоречие. Оно просто еще не до конца доработанная модель, я так думаю. Ну, это означает, что на сегодня это противоречие. А когда... То есть мы находимся в разработке и нормативной базы создания вот этих программ, которые будут удовлетворять индивидуальным запросам обучающихся, да, вот эти простраивания индивидуальных образовательных траекторий, но до конца еще они не прописаны, пока только вот основные положения мы видим в нормативных документах, и не совсем все понятно. Очень многие образовательные организации, имея свободу и при наличии соответствующих кадров профессиональных, делают это сами. Вот, кстати, Андрей Николаевич сейчас очень хороший пример приводил того лицея, в котором он очень много лет работал. Потому что у них же фактически, насколько я помню, Андрей Николаевич, у вас же там свои были, да, и базисные планы, все свои программы. Ну, да, потому что лица – это не приурочено к микрорайону, то есть собирались левки с города. Вот, поэтому и там, да, и всегда у нас была, то есть если во всех школах было, скажем, пять уроков математики, у нас, начиная с пятого класса, шесть уроков математики, а начальник школы вообще не было. Вот, такая вот модель была. Сейчас, правда, там все меняется, ну, потому что все единообразно подводят, по душевой финансировании и так далее и тому подобное. Это лицей где? В каком городе? Это Лобня, Московская область. Ну, он сейчас вот по рейтинге, как он там называется, как бы вот это в топе, он на пятом месте в области. То есть и вот такие образовательные организации, как вот этот лицей Лобня у нас там в Дмитриеве есть такая гимназия, в Палашик у нас есть такая гимназия по Московской области. Почему даже привожу примеры не из Москвы, а из области, потому что я в области 15 лет работала и очень хорошо знаю эти областные организации и региональные, вот эту структуру. И они свои все планы учебные разрабатывали, которые отличались от того, что есть. И вот то, что вы сейчас сказали, мы в программе изучаем, этого в программе нет. А у нас в законе написано, что программа определяет минимум, если вы имеете возможность изучить больше, дальше ваши фантазии. Что можете, то изучайте. Поэтому здесь на самом деле очень много зависит от региональных органов управления системой образования, от их уровня профессионализма предметного, чтобы они были готовы к тому, чтобы такие модели строить в образовательных организациях и делать. И вот действительно, ну откройте программу базовую. Мы с вами уже на наших семинарах смотрели. Я, во всяком случае, прям обзорно давала. Но по базовой программе совершенно видно, что никакой профильный ЕГЭ ребенок не сдаст, изучив эту программу. Программа на это не направлена. Она направлена четко на базовый уровень, на базовый экзамен, на такой социальный минимум, чему научили в школе, что мне нужно, если я хочу быть балериной. Понятно. Есть углубленный уровень и есть система курсов по выбору. Поэтому если мы не делаем углубленный уровень в школе, то тогда мы делаем базовую программу с набором курсов по выбору и выстраиваем из них модель, тогда мы можем обеспечить какой-то уровень, ну может быть, не прямой подготовки к профильному экзамену, то во всяком случае что-то приближающееся. На два с половиной часа. Вот сегодня, когда Андрей Николаевич показывал свое выступление, ну показывал свою презентацию и выступление свое, вот я до этого тоже ее видела и думаю, у нас в этом году получилось очень интересно. Почти спонтанно так получилось, потому что и разные лекторы были, что-то было где-то, я сама выступала, но мы с вами прям посмотрели модель обучения неравенств. Просто всю, вот вспоминайте, потому что у нас очень много постоянных участников, о чем мы говорили в декабре. Андрей Николаевич сегодня пару слайдов про это показал, а мы прям эти примеры показывали. Кстати говоря, я даже сегодня увидела, у меня были другие степени, но неравенство то же самое. Андрей Николаевич показал вкратце, я вам показывала. Если найдете эту презентацию декабрьскую, все три метода решения, методом интервалов и равносильных переходов, и со всеми докрутасами мы эти неравенства разбирали. И как раз у нас получилась очень такая, по неравенствам прям развернутая методическая школа. Мы посмотрели все виды, и Андрей Николаевич сегодня апофеоз подвел итог, показал нам требования, ошибки, обсуждения какие возникают. И я надеюсь, что для коллег это будет очень полезно. И если кто-то из наших присутствующих не видел предыдущие, то обратитесь к этим записям и посмотрите эти презентации, потому что там много разобранных примеров, как раз того, о чем сегодня Андрей Николаевич тоже говорит, постранение и принципам. Я не знаю, я методом не называю, я считаю, что это прием рационализации, потому что по сути он базируется на свойства. Если хорошо мы их понимаем, эти свойства, то они все вытекают из них. Они не с потолка взялись. Ну, наверное, метод как способ, скорее всего. И метод часто со способы. Я приемом это называю, но вот в разных источниках по-разному. И метод кто-то называет, и приемом, и как хотите. А кто-то вообще говорит, что такого не существует, и это нельзя применять. На самом деле совершенно неправильно. И вот Андрей Николаевич мне показал систему, и я показывала такие системы, и у Андрея Николаевича сегодня была. Четко, если мы этот переход к рациональному, правильному указанию МОДУЗе делаем, вообще нет никакого противоречия абсолютно. То, что мы это приемом рационализации называем, это вообще наша прихоть, так его назвать. По сути это базируется на свойства монотонной функции, на области определения. Ну, в решении-то как раз это не написано было, и учащийся ничего вообще не... У нас вот, если сейчас скажет, меньше слов, чтобы не к чему было придраться. Честно, математическое решение без всяких лишних слов, как бы чего-то там не называлось. Ну, вообще, на самом деле, да. Если ты не очень хорошо понимаешь, лучше не пиши, а реши просто. И если не делаешь ошибок в этом, и все логично, то все вполне допустимо. Ну, у меня предложение. Вот смотрите, у нас очень хорошие, получается, очень содержательные семинары. Ну, в принципе, и лектории наши тоже очень содержательные. Но выходом этих наших семинаров является пока только видеозаписи, презентации сложные и так далее. Вот возникла идея как-то все-таки их зафиксировать в виде текста, и сделать некий либо сборник семинара, либо подготовить какие-то статьи для того, чтобы мы или в математику, или вот в Ельце, в Аковский журнал, очень ждут наших материалов от всех лекторов. Как вы на это смотрите? Ну, наверное, это неплохая идея. Андрей Николаевич, вы примете участие в подготовке публикации в Аковской? Ну, в принципе, это возможно, да. Понятно, что именно. То есть, допустим, журнал на темноте. В этом году у нас просто кроме неравенства у нас были еще другие темы. Мы геометрией немножко занимались. Хотя как немножко, тоже три полноценных семинара получилось по геометрии у нас довольно неплохих. Но просто в данном случае как-то в контексте неравенства можно выстроить, так скажем, из опыта либо сделать одну статью большую из двух частей, либо сделать две статьи, одна в продолжении другой. То есть какую-то методическую с того, что делала я, и в продолжении Андрея Николаевича с точки зрения проверки. Да, мне кажется, что это было бы неплохо. Я вот в первом номере, это Елецкий государственный университет, там главный редактор Дворяткина Светлана Николаевна, если я не ошибаюсь. Нет, наверное, она зам главного редактора. И вот она ко мне обратилась, это был, по-моему, наверное, в марте уже, и правда в срочном порядке обратилась, что Вера Сергеевна, давайте ваших коллег попросите, чтобы они дали статью. Я говорю, ну, за две недели я не могу сейчас, потому что строки были очень жесткие. Я говорю, давайте я пока просто расскажу вам про этот наш семинар, и это будет как бы такая застрельная статья начальная. А потом я предложу нашим докладчикам, коллегам, чтобы они сделали статьи именно в этот журнал Ваковский, который вот выходит в Ельце. Они с удовольствием возьмут, у вас же очень хорошие там доклады. Поэтому вот мы предлагаем свою площадку в качестве площадки для публикаций, статьи по материалам, допустим, семинаров. Мне кажется, что это неплохо. Ну, мы возьмем это на заметку. Андрей Николаевич сейчас переварит мое предложение. Сделать либо два разных материала, либо один большой из двух частей. Ну, и вообще как бы и по предыдущим тоже, если вы... А на другую тему надо будет подумать. Можно взять и геометрию, потому что там у нас были интересные тоже вещи по геометрии. Да, мне кажется... Ну, для начала. Да. Журнал называется «Континул. Математика и информатика». У меня на самом деле была мысль, я про нее думала уже третий день, но пока она мне не дошла еще до четких формул. Это все-таки расширить рамки нашего семинара, потому что сейчас мы его расширяем за счет того, что мы здесь так хорошо все обсудили, а потом делаем рассылку и запись еще смотрят люди. Причем достаточно активно смотрят записи, достаточно активные отклики. Но мне хотелось бы все-таки расширить за счет того, чтобы и в прямом эфире участвовало больше людей и больше регионов. Да, это было бы хорошо. А здесь нужно, соответственно, просто продумать... Я говорю, я третий день. У меня эта мысль давно, но сейчас по мере того, как приближалась к очередному семинару, я вот продумывала эту мысль. И я думаю, здесь нужно вернуться будет к этой идее. Пока мы сейчас уходим на каникулы на летние, у нас есть время подумать, чтобы эту концепцию разработать, связаться с коллегами и все это согласовать, чтобы в августе, в сентябре мы активно начали работу. Хорошая идея. Мы готовы, но реально. Мы вообще планировали, что этот семинар же будет как бы для Северной Осетии, так назовем, изначально, что подключатся практически все учителя Северной Осетии к семинару. Но опыт показывает, что, во-первых, все не подключаются, как бы мы, каких бы мы лекторов ни предлагали, какие бы мы... То есть есть какой-то определенный постоянный состав небольшой, людей, которые смотрят всегда именно вживую, в эфире, дискутируют и так далее. Многие действительно смотрят, вот он потом постфактум. Но есть те, которые вообще ничего не смотрят, просто такое тоже возможно, всякое. То есть такого массового как бы... Ну, я смотрю, у нас много коллег из Смоленска подключается, из Брянска подключается, из Самары у нас коллеги были. Я так, в общем, по статистике смотрю, потом после просмотра смотрю, что происходит. То есть я поэтому и назвала его последний раз уже межрегиональный. Вот в этой связи все-таки хочется с коллегами из других иконов связаться. Тем более, что у нас есть хорошая еще площадка с нашим межрегиональным студенческим семинаром. И вот все-таки как-то... Мне кажется, что с одной стороны, наша инициатива нашего руководства верхнего, я имею в виду уровня президента и министерства, к тому, чтобы заставить все регионы активно работать, с одной стороны, было правильно, с другой стороны, в некотором случае, какие-то такие местечковые вещи, они на самом деле, ну, не то чтобы не нужны, но они, получается, как бы дублируют друг друга. Здесь мы в одно делаем, там почти то же самое, но это все в разных местах. Нам надо соединиться и делать вот такие глобальные вещи. У нас есть для этого и специалисты, и для людей это будет намного интереснее. То есть был период, когда нужно было раскачать все отдельные регионы, и это произошло. А теперь нужно выйти на новый уровень, объединить эти интересные мысли вместе, чтобы они давали более такой интенсивный резонанс. Полностью поддерживаю.